всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница и как обычно этот день я посвящаю своей беременности сегодня мы будем говорить о 20 неделе этого замечательного положения как вы можете уже видеть живот мой растет не знаю не по дням а по часам все мои мелкие жалобы по поводу того что именно на этой неделе мне стало совсем уж тяжко и неудобно с моим новоприобретенным животиком рожавшие подруги и мама реагируют как-то совсем бурно говорят о том что рано видите ли я жалуюсь потому что это еще не живот и что же я буду делать на не знаю 7 8 9 месяце беременности что я отвечаю что я действительно не знаю что я буду делать вот правда нет ни малейших идей потому что сейчас на этой неделе что я ощущаю огромный дискомфорт от моего живота не знаю может быть это потому что талия обычно у меня очень тонкая это в те моменты когда я форме не в те моменты когда у меня лишний вес а вот именно когда я форме там порядка 55 56 килограмм то у меня талия 62 сантиметра соответственно я не привыкла что у меня здесь так много всего и поэтому в общем то мне дискомфортно одевать носки обуваться одевать джинсы и так далее то есть я это делаю все полу сидя или как-то даже в машину сесть мне жутко жутко неудобно не хватает дыхания и странное какое-то такое ощущение появилось что у меня стал уставать живот вот реально такое ощущение там после каких-то мелких активностей что у тебя живот напряжен так будто ты сделала не знаю 100 упражнений для пресса вот реально он очень очень сильно устает поэтому именно на этой неделе я стала чаще отдыхать делать паузы между какими-то действиями и в общем-то обращайтесь такое усиленное внимание как раз таки на свой на свой животик мы отправились на двадцатой неделе в ригу для нашего второго скрининга отправились всего лишь на несколько дней поэтому все галопом по европам времени ни на что не хватало еле-еле встретились самыми-самыми близкими и в общем-то в этой поездке все наше внимание особенно было сконцентрировано на визитах к врачу таких у меня было два все свои анализы я сдала уже в санкт-петербурге поэтому с готовой в общем-то своей папочкой документов я поехала в риму первый наш визит был визит узи то есть это большой скрининг когда делаются разные замеры и узитка нам во всей красе показывала малыша я кстати переспросила точно ли это мальчик потому что ну не знаю понятное дело что предыдущий узи был достаточно четким ясным и понятным и ничего очевидно там не изменилось и не исчезло но я переспросила на что узитка сказала конечно же мальчик я тут в общем-то это достоинство не скрыть и не спрятать поэтому можете быть спокойны у вас пацаненок еще раз убедились что все все в силе и были этому очень рады самое главное здоровье малыша и здоровье моё оно в полной норме причем все еще очень стабильной норме и все анализы показывают хорошие результаты и скрининг и замеры все показывают хороший результат до сих пор малыш на неделю выглядит старше чем должен быть но кстати поговорив со своими и сейчас беременными подругами и теми кто рожали у большинства на этих сроках малыш был приблизительно неделю старше соответственно я уже по этому поводу не волнуюсь и оставляю этот вопрос уже об архиве и больше об этом говорить не буду единственное что в этот раз доктор отметила да я на самом деле и знала что она это отметит это мой вес я набрала очень много то есть тот минимум который я планировала изначально набрать во время всей беременности я его уже достигла поэтому я понимаю что дальше уже некуда в то же самое время ничего критического не случилось все у нас в порядке просто доктор строго-настрого мне порекомендовала обратить внимание на свою диету и на то что я потребляю в пищу ежедневно потому что если я буду набирать свой вес таким же темпом и во время второго и третьего триместра то это может привести но большим большим осложнением причем осложнения касаются не только меня и на самом деле если бы они касались только меня то это было бы небольшой бедой то есть я знаю что есть женщины которые там набирали по 30 килограмм во время беременности и ни одной беременности возвращались скажем так нормальную форму но если забыть на секундочку о внешнем виде который меня уже на самом деле не устраивает и подумать о именно состоянии здоровья то риски очень большие первый и самый значительный риск это диабет беременных или гестационный диабет который развивается только во время беременности мы не можем предвидеть будет этот диабет развиваться или нет но есть факторы которую которые способствуют развитию этого диабета во первых это гормоны и изменение метаболизма в организме и таким образом что наш организм начинает реагировать на потребляемую пищу совсем по-другому нежели чем он делал до беременности и соответственно те сахары которые мы принимаем свой организм они в общем-то перерабатываются по-другому наша поджелудочная которая вырабатывает инсулин и отправляет из крови сахар в другие клетки нашего тела она во время беременности может не справляться если мы потребляем большое количество сахара в наш организм и поджелудочная не успевает вырабатывать этот инсулин то этого сахара в крови слишком много и он через плаценту передается малышу соответственно на этих сроках когда уже поджелудочная железа малыша также работает получив огромное количество сахара от крови мамы поджелудочная малыша начинает работать в активном активном режиме и начинает вырабатывать огромное количество инсулина что означает большой стресс на поджелудочную малыша и вот такую ненужно активную работу и после того как малыш рождается и когда в его систему крови уже не поступает такое огромное количество сахара как это было во время беременности то тут уже эти уровни сахара сильно падают и поджелудочная немножечко начинает с ума сходить помимо этого конечно же это лишний вес малыша и это не тот лишний вес который считается но хорошим здоровым и грубо говоря мышечным весом это лишний вес который переходит в жиры и который не является никаким образом здоровым для малыша поэтому могут возникнуть проблемы во первых и во время родов во вторых и после родов уже в жизни малыша сейчас то что беременная мама потребляет на этих сроках она закладывает уже какие-то паттерны здоровья не только в малыша но и и здоровье внуков соответственно здесь нужно очень ответственно к этому вопросу подходить и пересмотреть мой мой рацион потому что я ни в коем случае не хотела бы чтобы беременный диабет меня посетил на более поздних сроках во время 26 по 28 неделю сдается обычно этот тест и почему мы на самом деле об этом заговорили сейчас по одной простой причине что я не хотела сдавать этот тест у меня опять же в семье нету истории диабета у меня у самой нет истории диабета нету лишнего веса или ожирения в семье и нет других еще нескольких факторов которые создают высокий риск для появления именно вот этого беременного диабета соответственно я обратилась доктору с вопросом могу ли я не сдавать потому что во время этого теста ты должен быть выпить жидкость с очень большим количеством сахара я в общем-то хотела этого избежать но в реги моим гинеколог сказала что она рекомендует всем своим беременным этот тест сдавать и она в общем-то больше стоит на стороне безопасности соответственно я понимаю что этот тест а мне нужно будет сдать и и учитывая то как я набираю вес то мы в общем-то приняли решение что наверное будет целесообразно этот тест мне сдать соответственно до моей 26 по 28 неделю у меня есть еще время и я могу поработать над тем чтобы наладить свой рацион как я уже рассказывала много раз ранее первый триместр прошел просто в этом вопросе кошмарно я просто не могла не съесть ничего из той здоровой пищи которую я планировала и просто до скрижета в зубах до какого-то не знаю безумного помешательства мне всегда хотелось есть только-только нездоровую пищу все мучное жареное и в общем то все ужасно поэтому сейчас с этим вопросом я сильно торможусь и в общем то возвращаюсь к своему здоровому рациону через силу вначале до через силу потому что большого желания у меня в общем то так и не появилась единственное что меня сейчас стимулирует это здоровье моего малыша второй момент который меня также будет стимулировать это последующая беременность которую мы с мужем планируем и соответственно я не хочу и во время 2 беременности этого высокого риска диабета и третье это то что женщины которые в своей жизни переживали диабет во время беременности которые как правило уходят после беременности они находятся под высоким риском заболевания диабетом от типа 2 течение 10 лет плюс-минус после своей беременности и этот процент достаточно высокий поэтому во избежание вот этих рисков я в общем-то буду работать над тем чтобы мой рацион позволил мне провести остаток своей беременности вторую половину своей беременности уже в более таком здоровом режиме и не набирать так сильно вес я понимаю что он будет поступать но тем не менее я надеюсь что этот прирост он будет в нормах и не будет таким резким как он был до этого ну а помимо темы рисков диабета и лишнего веса эта неделя была крайне позитивной потому что как я уже упомянула все тесты у нас хороший малыш шевелится очень очень сильно единственное мое наверное волнение в какой-то момент было что я не чувствовала эти движения постоянно где-то начиталась в своих аппликациях о том что мама должна считать движение малыша и они должны повторяться раз в 10 минут что для меня было очень странным потому что даже близко к этому не стоит вот на доктор меня успокоило сказав о том что это ранний срок для шевеления малыша очень хорошо что я уже их ощущаю сейчас уже когда он шевелится я даже вижу по животу вот эти движения что свидетельствует о хорошем состоянии матки хорошем тонусе вот но тем не менее есть женщины которые эти движения малыш малыша и ощущают вплоть до там 22 недели что и но на самом деле достаточно поздно поэтому мне было велено успокоиться и наслаждаться процессом того что я начинаю ощущать уже более активно движение своего малыша уже ближе к окончанию беременности конечно тогда уже можно начинать считать его движение и как часто в общем-то эти движения появляются до этого времени ничего не нужно считать и паттернов на самом деле сейчас еще и не должно быть на этом наверное все на этот раз это весь мой отчет беременности во всем остальном мы чувствуем себя замечательно наслаждаемся наступлением зимы утепляемся и с нетерпением ждем приближение праздников надеюсь что в этом году на рождество я поеду в конце декабря поеду в ригу встретить этот праздник вместе семьей как мы обычно это делаем и у нас уже такая добрая добрая традиция особенно когда сейчас у нас уже в семье прибыли малыши моего брата двое сыновей как я уже рассказывала ранее они ждут сейчас третьего я беременна поэтому хочется эти семейные традиции сохранять и такие праздники проводить в кругу семьи и конечно же впереди новый год ну а там уже после нового года 1 2 3 и уже апреля поэтому буду ждать с нетерпением срока рождения своего малыша поэтому заканчиваю этот выпуск увидимся с вами на следующей неделе уже в понедельник буду отвечать на ваши комментарии вопросы не забывайте о том что у нас на этой неделе начался конкурс и он до сих пор активен поэтому и под этим видео и под всеми другими видеороликами как вам удобно вы можете писать свои идеи для новых рубрик нашего канала также подписывайтесь на этот канал подписывайтесь на инстаграм ставьте лайки задавайте вопросы комментируйте нажимайте на звоночек чтобы не пропустить последующих выпусков хорошего вам дня прекрасных выходных и не замерзайте увидимся в понедельник пока субтитры сделал DimaTorzok